В Красноярске прошел традиционный легкоатлетический пробег Рождественский полумарафон. В этом году он собрал рекордное количество участников. Легкоатлетов не испугала температура воздуха минус 23 градуса. О том, как прошли соревнования и кто оказался в числе лучших, расскажут наши гости. Президент Краевой Федерации Триатлона, организатор Рождественского полумарафона Владимир Мусиенко и победитель Рождественского полумарафона Анастасия Пугачева. Доброе утро, рада вас видеть. Доброе утро, ну в первую очередь поздравляем вас всех с прошедшими и грядущими праздниками. Ну и первый вопрос, наверное, к вам, Владимир Иванович. Расскажите, вот рекордное количество участников в этом году, это сколько человек? Ну вообще в Красноярске сейчас организовалась хорошая серия полумарафонов, это 4 полумарафона. Рождественский он открывает 2017 год и в прошлом году мы вообще ведем статистику по пробегам. Это самый старший полумарафон, он проводился 24-й раз. Если взять статистику прошлого года, то было 83 участника. В этом году мы ориентировались на, отчеканили 201 медаль финишера. И честно говоря, думали, что нам хватит с запасом. Ну за неделю до старта все места на стартовой площадке кончились. Участнику необходимо было заплатить старт и взнос, зарегистрироваться и так далее. Были даже обиды от некоторых бегунов о том, что он не успел и как это так, такой пробег. Хотя, когда мы вышли на линию старта, вы знаете, что была перемена погоды такая критичная, 6-го на 7-е. Конечно, порядка 20 участников испугались и не пришли, потому что определенные экстремальные условия. Можно было обморозиться. И сейчас мы смотрим на фотографии, которые сделал великолепный фотограф Илья Наймушина, которые пошли даже по всему миру. Мы видим там обледелые лица, бороды с сосульками и так далее. Это настоящая сибирская экзотика получилась из этого пробега. Ну и, конечно, по статистике за всю историю проведения, поскольку не каждый бегун отваживается даже просто пробежать эту дистанцию, не говоря про таких хрупких девушек. Поэтому нам удалось зафиксировать рекордное количество. Хотя, в целом, беговое движение в Краснодарске развивается. Я думаю, что в следующий год мы сможем, может, даже сдвинуть эту цифру. Ну это здорово. Но раз так развиваются у нас такие полумарафоны, все-таки приезжают нам из других регионов участники. Да, но здесь у нас были по протоколу ребята из Иркутска, были из Братска, из Новосибирска, из Кемерово были участники, из Санкт-Петербурга, еще были участники, я уже не говорю про города Красноярского края, конечно, подобные мероприятия. Причем здесь еще немножко перетянул омский полумарафон, который традиционный, который входит в определенную серию полумарафонов. Он более раскрученный и более популярен. Часть людей поехали туда. Кстати, один из наших красноярских бегунов, Василий Минаев, бежал там. Он, причем, в прошлом году выиграл, в этом году он был там лишь только четвертый. И пролетел немножко с беговой обувью, но тем не менее. География расширяется, это хорошо. Я думаю, сейчас еще между полумарафонами будет такое хорошее спортивное противостояние. И все люди, которые посмотрят эти фотографии, разлетевшиеся по миру. Настя, вам вопрос. Лучший результат показали, как готовились. И вообще не страшно было выходить на дистанцию, действительно, в 23 градуса мороза. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить организаторов, что, несмотря на такой мороз, погодные условия, все-таки состоялись соревнования. Трасса была очень интересная. И не как в том году. Она проходила на острове отдыха. И, конечно же, вот такие эксклюзивные медали. К старту я определенно не готовилась, потому что это межсезонье. Я просто решила пробежать в свое удовольствие. В удовольствие пробежали и всех победили. Это здорово. Не, вообще участники были серьезные. Когда вы вышли на старт, посмотрели на других и поняли, что сразу я все стану победителем или нет. Может быть, кого-то не увидели и обрадовались. Вот как, например, кто-то в Омск уехал, соперников меньше стало. Нет, у нас борьба с соперницей проходила до 20-го километра. И на последнем километре я решила, что нужно уже вырываться. Пока не поздно. Видимо, не поздно. Вы уже занимаетесь бегом? Да, уже 7 лет. Уже 7 лет. Если не секрет, сколько вам лет сейчас? 21. 21, 7 лет бега, но это серьезно. Сколько еще впереди побед, безусловно. Вы планируете и дальше также принимать участие во всех подобных соревнованиях в Красноярске? Зимой сложнее, наверное, бегать, чем летом. Да, конечно. Слушайте, а нужна какая-то специальная спецодежда для бега в таких экстремальных условиях? Вроде все знают, что для того, чтобы пробежать летом, нужны вот такие-то кроссовочки, такая-то обувь. А зимой что, валенки, тулуп, и потом на трассе скидываешь по мере того, что загреваешь? Чтобы не переборщить и не замерзнуть. Ну, можно одевать очки, чтобы глаза не замерзли. Одевать трубу, чтобы не обморозить ни щеки, ни ножи. Это шапка. Шапка – это бандана такая. Можно одевать шиповки с металлическим покрытием, либо с резиновым. Это зависит от льда, к примеру, если есть на трассе. Либо снежный покров. А перчатки, барышки? Это, конечно же, нужно одевать обязательно. Что вообще можно посоветовать тем, это уже к вам вопрос ко всем, а что можно посоветовать тем людям, которые только планируют заняться зимним бегом? Ну, вообще для бега нет определенных границ, поэтому, конечно, нужно заниматься круглый год. Я вот не понимаю людей, которые бегают на беговой дорожке. Например, мне кажется, это очень скучно. В закрытом помещении. Да, в закрытом помещении. И неинтересно по этому кроссовке. Конечно, нужно смотреть на температурный режим. Но, честно говоря, даже иногда приезжая на остров Татышев, я в минус 25 вижу людей, которые одевают даже специальные маски. Такие ребята бежали и на нашем полумарафоне. И совершают пробежки. Конечно, нужно смотреть по интенсивности, но, тем не менее, даже этот пробег доказывает, что любая погода в Сибири предназначена для бега. Ну что же, большое вам спасибо за то, что проводите такие мероприятия. Вам спасибо, что участвуете и побеждаете так держать как можно больше спортивных побед вам обоим. Напомню, в гостях у нас был президент Краевой Федерации Триатлона, организатор рождественского полумарафона Владимир Мусиенко и победитель рождественского полумарафона Анастасия Пугачева. Спасибо вам огромное, что не поленились сегодня, пришли к нам.